Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня четверг, 31 января. С вами Наталья Яковлевна. Здравствуйте! С 1 января вся продукция, фасованная в пластик, подорожала. Причиной этому стал повсеместно введенный в Россию экологический сбор. Изменились, пусть практически незаметно, цены на замороженные овощи и фрукты, напитки и воду, нарезку колбасных изделий сыра, пиво на разлив, молокопродукты в пакетах. И произошла некая цепная реакция. Экологический сбор за использование пластика, полиэтилена и целлофана в первую очередь возложили на производителя. Он теперь обязан оплачивать экосбор, что в конечном итоге привело к подорожанию всех продуктов, упакованных в пластик. То есть и мы, потребители, покупая товар в такой упаковке, тоже вынуждены оплачивать этот экологический сбор. А стоит ли волноваться по этому поводу? И действительно, все-таки сколько же мы теперь переплачиваем за целлофановую упаковку? С одной стороны, давно понятно, что целлофановые пакеты и пластиковые бутылки, выброшенные в мусорный контейнер, легко при сильном ветре разносятся по округе, мозоли нам глаза своим неэстетическим видом. Надоело на это смотреть. С другой стороны, мусорная реформа вроде бы подразумевает, наконец-то, и раздельный сбор мусора, и строительство мусоросжигающих и мусороперерабатывающих заводов. Сбор, вывоз и переработка мусора перешли из жилищной в коммунальную услугу. И мы за это теперь платим совсем другие деньги, чем прежде. Подождите, опять платим? Что же получается? Платим за упаковку в магазине, потом снова платим, когда ее выбрасываем в мусор. Обложили со всех сторон. Если с ценами на вывоз мусора нам более-менее все ясно, то вот экологический сбор остается тайной. А какой он? Сколько и кому мы платим? И не платим ли мы дважды? Сначала в магазине, покупая товар в полиэтиленовой упаковке, потом региональным оператором за вывоз мусора. С этими вопросами мы обратились к юристу Дмитрию Щеглову, председателю управления общества защиты прав потребителей «Успех». Здесь ситуация вообще очень сложная. Во-первых, надо начать, что экологический сбор у нас в постановлении правительства был в 2016 году. То есть некоторые виды упаковок, тар, они уже включали в тариф производителям. А с 1 января 2019 года этот перечень намного увеличился. Стоит заметить, что это не налоговый платеж. То есть еще не ввели это в налоговый кодекс, а это экологический сбор, который не является налогом. Поэтому нет жестких санкций для его взыскания, и, соответственно, не все производители товаров, работы и услуг добросовестно их платят. Поэтому на цене товара может это не всегда и везде отражаться. 1 января 2020 года экологический сбор внесут в налоговый кодекс, отдельную главу сделают. И все штрафные санкции уже будут рассматриваться не в упрощенном порядке, а вот как в соответствии с налоговым кодексом. И уже уйти от ответственности там не платить, еще что-то ни у кого не получится. Что касаемо вообще, что такое экологический сбор, на что он распространяется, там вот группа товаров с 1 января 2019 года здесь, туда входят 54 группы разных видов товаров. Что касаемо каждого потребителя, то сюда включаются в первую очередь все упаковки. То есть целлофановые, стеклянные, деревянные, все, что вот упаковывается, все это сюда входит. Например, полимерная упаковка на тонну продукции стоит 3844 рубля. Условно мы покупаем килограмм каких-то фруктов, овощей и нам упаковывают ее в целлофан. Получается 3 рубля 8 копеек. Уходит на килограмм продукции целлофановая упаковка. Получается это значительная сумма, которая уже стоит в цене товара. На наш взгляд, в принципе, это не совсем верно, потому что, во-первых, за экологический сбор платит производитель товаров, работы, услуг. А также, если вот мы сейчас будем говорить в сфере вступления в силу закона о вывозе мусора по новым расценкам, то региональному оператору это тоже включено в их тариф по как раз вот вывозу. И получается мы, соответственно, приобретаем условно килограмм бананов. Целлофановым пакетом у нас он стоит в тарифе. И, соответственно, когда мы его выкидываем, утилизируем, он стоит в тарифе уже у регионального оператора на утилизацию. И получается мы платим дважды за одну и ту же, по сути, услугу, что, соответственно, конечно, не есть правильно. Второй момент, который следует остановиться, это вот если по поводу экологии. Но если, соответственно, денежные средства будут собираться в том объеме, в котором они запланированы Министерством финансов собираться, понятно, что должна экология у нас лучше, еще что-то. А в этом плане мы, наверное, должны двигаться в сторону Запада. Но момент такой, что не должно быть двойной оплаты потребителями и с одной стороны, и с другой, потому что это неправильно, а уложить на время потребителя все расходы, причем, ну, закладывать их дважды. И получается, что если мы говорим о повышении цен на ту или иную продукцию, она, допустим, будет незначительной, там варьируется от 2 до 4 процентов. А если мы уже включим ее два раза, получается уже, соответственно, 8-10 процентов, а это уже значительная сумма на стоимость товара. Когда нам говорят, что экологический сбор, который мы начинаем платить с января 2019 года, все-таки раз нас берут с потребителей, мы вправе знать, куда эти средства пойдут. А вот разве это не проблема, что мы не знаем, куда идут? Может быть, люди бы с удовольствием отдавали эти средства, этот экологический сбор, лишь бы на пользу, лишь бы знали. Если мы посмотрим в законе, то есть там нет такого, о том, куда должны быть направлены денежные средства. Вот если мы посмотрим именно не сам закон постановления правительства, а вот записку к проекту закона, то там написано, что все денежные средства, которые собираются, они идут на улучшение инфраструктуры как раз полигонов, утилизации мусора, ее переработки. А как они вот реально будут расходоваться, это вопрос опять к тому, кто вот этот сбор собирает. Они идут в федеральный бюджет, эти деньги. И, соответственно, если у нас стоит такой вопрос, мы должны уточнить его. Я вот сам, когда готовился к данной программе, я вот почитал литературу, посмотрел, я в интернете не нашел ничего, чтобы говорил о том, на что это должно тратиться. То есть у нас федеральная власть вообще не позаботилась об информационном пространстве потребителей вот в этом как раз деле. Поправки к закону только начали действовать, а с 1 января следующего года их внесут вообще в налоговый кодекс, и будет все это вообще рассчитываться по-другому, и тарифы будут более дорогие. Ну, то есть мы, может быть, платим за удобство. То, что я пришла в магазин и взяла пакет молока в этой полиэтиленовой упаковке. Получается, в законе, просто это надо внимательно посчитать, там 54 группы товаров. То есть туда вообще входят все упаковки. Стеклянная, там, пластмассовая, полиэтиленовая, деревянная. Вот все, что можно упаковать, вот там, картон, все это входит. Даже если мы условно покупаем, там, говорят, апельсины, мандарины, без пакета просто покупаем, но их же привозят в коробках, и за утилизацию этого мы тоже платим. Одна тонна полимерной упаковки стоит 3000 рублей. Вот эта тонна распределяется на любой товар. Допустим, берем мы килограмм риса. Туда, может быть, этой упаковке уходит 2-3 грамма. Может быть, это не такие большие деньги? Может быть, нам не стоит вообще по этому поводу волноваться? Ну, вот мы считаем в процентном соотношении. Там на килограмм этой упаковки, вот я говорю, выходит 3,8 рубля за килограмм. Понятно, что если мы там все это возвесим, там, получается, там, может, 1-2% от цены, там, это вот будет копейки какие-то. Но просто учитывая, что все налоги поднимают, там, НДС подняли на 2%, здесь подняли. В конечном итоге, получается, подняли, ну, на много цены. Но мы хотя бы должны знать, за что мы заплатили. Покупая в магазине, это стоит в цене, но нам никак это не расшифровывают, да? Единственное, мы знаем, что когда выкидываем в мусор, неприятно, конечно, что берут дважды и не ставят нас в известность, или ставят в известность так, полушепотом, скажем, да, мы даже толком не знаем. Но вот разобравшись, действительно, может быть, не стоит переживать, чтобы набрать килограмм полимерной упаковки, вот как я сказала, пустых пакетиков из-под молока, из-под риса, из-под сахара. Ну, то есть это много все-таки килограмм упаковки, вот за что я 3 рубля плачу. Это много получается. Это месяц или два нужно копить эту упаковку. То есть вполне терпимо все-таки. Поэтому и нигде не говорят об этом. Ну, я согласен, что это не критично в плане того, что вот с учетом повышения других цен. Просто я говорю, опять-таки, вопрос в том, что если вот в масштабах страны смотреть, ну, это просто огромные суммы, и людям необходимо доводить просто информацию, что благодаря вот этому и этому будут улучшены такие-таки условия. И у нас будет экологическая обстановка проще. И тогда в этом ничего страшного не будет. Что получается? Платит производитель за упаковку. Платим мы покупатели за удобство, что я взяла из магазина молоко в упаковке. Потом мы же потребители платим региональным операторам за вывоз мусора. Потом эти же региональные операторы тоже платят какой-то экологический сбор. То есть несколько раз на всех этапах вот этой производственной цепочки все платят этот экологический сбор. Так что ли получается? Да, да, совершенно верно. Мы считали, там, максимум из, что выходит, это где-то, учитывая все цепочки, один, там, два-три, может, процента стоимости, не больше, имеется в виду, ну, от молока. Допустим, я покупаю молоко по 49 рублей, литр, вот как раз в этой целлофановой упаковке. То есть в итоге потом эта денежка обернется где-то почти в 5 рублей. Так получается ведь, да, этот пустой пакет-то пойдет в качестве сбора в бюджет или региона, или страны, уже 5 рублями обернется. А в масштабах страны это действительно огромная цифра. Мы-то не видим, мы сначала заплатили за пакет молоко, условно, 50 рублей. А, соответственно, мы же не знаем, за что мы заплатили 50 рублей. В конечном итоге, когда мы платим за вывоз и утилизацию мусора, мы же тоже не думаем, что там включен именно тариф по утилизации этого пакета. А получается вот именно так. Все-таки вы, как специалисты, общество по защите прав потребителей, как считаете, здесь есть какие-то нарушения по отношению к нам, к потребителям? И стоит ли нам, потребителям, объединяться, чтобы навести порядок? На наш взгляд, нарушение как раз и есть в том, что мы платим дважды за одну и ту же услугу. Мы сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы обратиться в Конституционный суд о рассмотрении вопроса как раз законности вот этого постановления правительства о сборе вот этом как таковом. Объясняя эту позицию тем, что выше уже изложено было. Сейчас мы все документы подготовим, посмотрим. И в дальнейшем примем решение по поводу вот такого обращения, для того, чтобы нам суд разъяснил вообще законно это, незаконно, и как вообще с этим быть. За полиэтиленовую и пластиковую упаковку товара, который покупаем мы, потребители, теперь взимается экологический сбор. И пусть этот сбор незначительный. Здесь дело в принципе. Почему мы, потребители, сначала оплачиваем его в магазине, потом еще раз платим, выбрасывая эту упаковку в мусор? Цены-то на вывоз мусора, ой, как подскочили. Разве этого недостаточно, чтобы говорить о том, что теперь каждый гражданин тоже участвует в большой государственной программе по сохранению экологии для будущих поколений? Интересно все-таки дождаться и узнать, а какой ответ из Конституционного суда получит общество по защите прав потребителей успех. Нам позвонила пожилая жительница Ульяновска. Ей 74 года. Она пользуется услугой надомного обслуживания. Услышала об изменениях в правилах надомного обслуживания, но никак не может понять, о чем идет речь. Позвонила нам. Попросила разобраться. Я слабовидящая. Меньше 1% зрения стало жить сложно. Пользуюсь услугами надомной службы. Я благодарю их за то, что они делают для нас. Работа у них сложная, трудная и тяжелая. Я имею в виду даже физически, потому что им приходится носить сумки по тем же бездорожным тротуарам с питанием для нас. Да и угодить сложно. Цены растут. Качество не всегда нас удовлетворяет. И получается, что виноват во всем соцработник. Это с нашей позиции, конечно. Им очень трудно угождать на людей, которые теряют здоровье, но привыкли жить самостоятельно, независимо. Хотела бы им пожелать терпения. А службе, которая руководит их работой, пожелать, чтобы внимательнее относились тоже к этому персоналу. Больше их учили. Служба эта растет, расширяется. У них появляются новые виды какого-то обслуживания. А мне хотелось бы узнать, как обстоят дела с надомной службой. Что здесь происходит нового? Меняется ли плата за обслуживание? Какие льготы новые появляются? И какие возможности у соцработника в обслуживании нас? Предполагаем, что готовятся изменения и в работе этой службы. Хотелось бы очень услышать, поскольку трудно прочитать, трудно вникнуть в каждый пункт договора. Подробный рассказ об этом по средствам массовой информации. Особенно это важно для тех, кто слабо видит. Объясните нам, что нового происходит в сфере обслуживания инвалидов на дому. Есть ли основания ожидать изменения, например, по оплате надомного обслуживания? Этот вопрос нашей 74-летней радиослушательнице мы адресовали в комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в Ульяновске. Нам ответила директор Светлана Горбачева. Согласно 442-го федерального закона о социальном обслуживании, для каждого получателя социальных услуг у нас разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг, которая действует три года. На данный момент у нас почти все программы с получателями социальных услуг обновлены. Этим занимаются социальные работники, которые закреплены за нашими обслуживаемыми на дому гражданами. Но хочу успокоить, что все те, кто находится у нас на надомном обслуживании, переоформлением программы занимаются непосредственно сами социальные работники. Никому никуда не надо ходить. Достаточно предоставить социальному работнику копию паспорта, копию справки о инвалидности, если она есть, и справку номер 8. И программа переоформляется, услуги остаются без изменений, если это не требует клиент. Сколько ульяновцев находится на надомном обслуживании и в Ульяновске, и по Ульяновской области? Сколько соцработников? Ну и перечень услуг, которыми пользуются люди на надомном обслуживании. В Ульяновской области, по городу Ульяновску, обслуживанием на дому занимается Центр Исток. У нас есть еще Центр социального обслуживания в Павловке, Центр социального обслуживания в Кузоватого. Есть у нас Центр социального обслуживания в Доверии. Где-то у нас около 4 тысяч человек находятся на надомном обслуживании во всех этих центрах наших. Каким перечнем услуг пользуются люди, которые обслуживаются на дому? То есть большой такой спектр услуг, которые клиент может выбрать сам по его желанию. У нас прожиточный минимум 7907 рублей, а вот 100% 7907 это до 11860, этот человек обслуживается бесплатно, до 150%. А в разрезе 11860 и 15814 это 25%. От 15 тысяч до 23 тысяч это 50%, а уже свыше 23, если человек имеет доход, это уже 100% он находится на домном обслуживании за оплату. Оплата зависит от того, какие услуги выберется наш клиент. А что входит в пакет дополнительных услуг? В пакет дополнительных платных услуг входят социально-бытовые услуги. Это приготовление горячей пищи, приготовление первого блюда, второго блюда, мытье посуды, подогрев пищи, топка печи, помощь в домашнем хозяйстве, работа на приусадебном участке, чистка погреба, уборка территории, даже сбор урожая, обрезка кустов деревьев, сопровождение самое главное в поездках по городу на общественном транспорте. То есть наша Галина Михайловна, которой 75 лет, и она слабовидящий человек, может не беспокоиться? Она будет платить ровно столько же, сколько платила в 2018 году? Пока на данном этапе другого ничего не было, как вот все действует, в таком на ракурсе будет платить. Может она слышала то, что у нас у соцработников с 1 февраля изменяются существенные условия труда, и мы уходим от количества наших обслуживаемых, раньше у нас было 10 человек и 5 человек в селе. Мы уходим сейчас на количество услуг. Тем самым соцработники, согласно договору, будут предлагать, согласно желаниям наших клиентов, широкий спектр услуг для выбора, оказывать их. Если кто-то что-то не поймет, мы готовы разъяснить, и вот телефончики наши можете записать. Вы слушали Светлану Горбачеву, директора комплексного центра социального обслуживания населения «Исток» в Ульяновске. Мы продолжаем вас знакомить с победителями регионального конкурса «Шапка Мономаха». Два года подряд в региональном журнале «Мономах» печатались отрывки из книги симбирского дворянина с французской фамилией Владимира Шапрона Дю Ларе. Этот перевод с французского на русский язык сделала Елена Миронова, доцент Ульяновского педагогического университета. Два года она корпела над переводом, и ее старания не остались незамеченными. За этот переводческий труд жюри конкурса «Шапка Мономаха» определила Елену Миронову как победительницу в номинации «Литературный перевод». Нам Елена Миронова призналась, что когда она поступала в педагогический университет учиться, то французский язык никак не входил в ее планы. Она его просто не знала. Почему французский? Это случилось совершенно случайно. Я картавлю, и поэтому меня не взяли на английское отделение после окончания средней школы. И посоветовали поступить на французское отделение. И вот я связала всю свою жизнь с французским языком. Окончила, теперь преподаю сама. Преподаю разные аспекты, кроме истории языка, практику языка. У нас есть разные предметы. Также я еще преподаю латинский язык, потому что французский, латинский, все это взаимосвязано. А перевод – это та часть моей профессии, которая всегда мне была очень интересна. Я переводила очень много, работала с бывший центр ШВЛП, где приезжали на переобучение летчики. Но я работала, в частности, с представителями Алжира, переводила. То есть технический перевод был в моей жизни. И вот последние переводы, над которыми работаю. Это книга воспоминаний симбирского дворянина Владимира Генрихевича Шапровна Дюляя, который жил в Симбирске и потом эмигрировал. И вот издал книгу воспоминаний в Швейцарии. Книга была напечатана в Марселе. Так случилось, что Татьяна Алексеевна Громова, старший научный сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея, именно ей подарили вот эту книгу воспоминаний. А книгу воспоминаний ей подарила дочь Владимира Владимировича Шапровна Дюляра и Наталья Владимировна, которая сейчас проживает в Швейцарии. И Татьяна Алексеевна предложила мне начать переводить эту книгу. И всё, что мы делаем, переводим. И вот эта премия за литературную деятельность, в частности, именно за переводческую деятельность, эта премия, я считаю, что она наша совместная с ней, с Татьяной Алексеевной Громовой. Потому что в журнале «Мономах» ежегодно, вот начиная с третьего номера, с 2017 года, в 2017-2018 году, почти в каждом номере печатаются отрывки из этой книги воспоминаний. И все комментарии, всё, что нужно объяснить, что это за люди, которые жили в Симбирске, всё это делается Татьяной Алексеевной Громовой. Что касается самой этой книги, её перевода, то большую помощь вначале нам также оказала Вероника Жобер. Наверное, многие знают эту фамилию, Вероника Жобер, которая тоже имеет корни Толсты и Ваейковы из Симбирской, из Симбирской губернии, с Вероникой Петровной. Она любит, когда её называют Петровна, как в России. У нас очень дружеские отношения. Много лет мы с ней дружим. Она приезжала с лекциями в наш университет. И благодаря ей мы обратились в издательство, которое издало эту книгу воспоминаний, для того, чтобы были соблюдены все авторские права. И вот редакция этого издательства из Марселя прислала мне полностью макет всей книги, с тем, что мы имеем полное разрешение на её перевод, на её издание. И вот таким образом началась работа над этой книгой, над переводом. Я перевожу по главам. И часть из этих глав печатается вот в этом журнале Мономах. И вот по решению жюри, к кому решили присудить в области литературы за литературную деятельность, вот среди них была я. Вот когда вы занимались переводом о самой сути вот этой книги, о том, что уже напечатано из одного номера журнала Мономах в другой на протяжении почти двух лет. Расскажите, что вас восхитило, что удивило, когда вы переводили вот этого Владимира Шапрон Дюлларе? Перевод совпал с 2018-2017 год, когда столетие, с того момента, с перелома, что произошло в нашей стране. И, естественно, интерес очень многих людей был к тому, что же происходило сто лет назад, как это происходило. Но так как для меня краеведение и вообще все, что связано с нашим краем, это не впервые, я не только с этой книгой знакома, потому что, начиная с седьмого класса, работала в «Спутнике», это было раньше бюро международного молодежного туризма. Сначала групповодом, то есть экскурсии водила с туристами, потом уже экскурсоводом, потом уже вентуристе, и постоянно всегда, когда училась еще в школе, принимала всегда участие в краеведческих олимпиадах, все, что было связано с краеведением. То есть все, что связано с нашим краем, для меня это очень интересно. Я всегда стараюсь узнать что-то новое, дополнить все свои знания. И когда вот я переводила эту книгу, настолько это было интересно сравнивать с воспоминаниями тех людей, потому что мемуары, о мемуарах очень много можно говорить. Кто-то говорит, что в них приукрашивают, если это пишется человеком, и он хочет себя в каком-то свете показать более таком для него благовидном. Где-то, может быть, какие-то неточности, кто-то не согласен с данной трактовкой. И мне было очень интересно трактовка вот этого человека, который после революции оказался в другую сторону баррикады, с белым движением. Я думаю, что кто-то заинтересуется и прочитает вот эти отрывки, которые есть в журнале Мономаха, и узнает, как это все было, потому что попал он в Швейцарию через Харбин, как произносили в Харбине. Вот это ударение для меня очень важно, когда говорят, многие произносят в Харбине, но... А вот я еще добавлю то, что сказала про Веронику Жобер, когда было празднование 200-летия со дня рождения Гончарова, сюда приезжала ее мама, Ольга Юсиф-Наваиль, и она говорила, когда кто-то из журналистов обратился, вы были в Харбине? Она говорит, молодой человек, в Харбине. Вот если вы хотите говорить об этом периоде времени, то это произносится так. Хотя сейчас по правилу, да, нужно говорить в Харбине. И поэтому вот это было настолько интересно сравнивать вот его впечатления, как он видел Симбирск, вот наш Симбирск, эти улицы. Улица Шапронов-Дюляре, она сейчас и есть, она существует. На улице Ленин, это их бывший дом. Вот как он ходил, как он описывал, что это было, какие улицы, какие люди. Это настолько было интересно, живо. приходилось узнавать, когда переводишь литературу, относящуюся к этому времени, как правильно назывались заведения, учреждения, которые были. Это всё нужно было точно находить. Для меня это было очень интересно, и оно у меня продолжается. Это когда переводишь, это путешествие, которое тебя настолько захватывает, если ты это любишь. И ты находишься в океане, который всё больше, больше, дальше, дальше, и всё больше. Тебе хочется находить информации, когда ты это всё переводишь. У меня это так. Он больше писал о городе или о людях? Он писал обо всём. Он писал о событиях, он писал о людях. То есть у него даётся характеристики, как Татьяна Ксена говорила, что где-то может быть не совсем точно, и кто-то не согласен с этим. Он давал через глаголы, через прилагательные, вот когда переходишь, когда ищешь, как же перевести данное слово или данную фразу, вот он давал иногда очень чёткие, ёмкие характеристики тому или иному человеку, который здесь есть. Но, конечно, это призма его. Так как он видел этих людей, как он их воспринимал, поэтому нельзя сказать, что всё, что написано здесь, что тот или иной человек или личность, которая связана с нашим краем, он был именно такой. Потому что кто-то другой может дать совершенно другую характеристику одному и тому же человеку. То есть он вынужден был покинуть наш Симбирск после Октябрьской революции и Гражданской войны. Да-да-да. С белым движением, он был и в движении Колчака. То есть вот это всё. Вы говорите, а я вспоминаю ещё одного жителя Симбирска, который тоже замечательные дневники оставил о Симбирске. Это 17-го, 17-го, 19-го годов. Он сюда приехал к брату. Генерал Жиркевич, генерал-военный юрист, который вот как юрист настолько детально, настолько дотошно описывал всё, что происходило в Симбирске, когда в этом промежутке времени между революцией и Гражданской войной. Как страшно было в городе жить с людям, которые всё-таки статус какой-то имели, общественный, как тот же генерал Жиркевич, разумеется, ходил в генеральской шинели, и как его на улице раздевали солдаты, и даже не понимая, что он никакого отношения к армии не имеет, он юрист. Читая Жиркевича, вы знаете, я плакала. А вот читая Шапруна Дюлларе, вы плакали? Он не столько с родным городом, он писал о том, как больно воспринимает то, что люди культурного круга нашего города сделали, и как с ними обращаются. Каково обращение тех людей, кто в силу того, что родился в неграмотной семье или вышел из низов, то есть таким образом себя ведёт, совершенно не должен вести себя человек просто по отношению к другим людям. Эти письма, эти мемуары, когда я читала, для меня до этого, ещё за несколько лет, это были воспоминания, которые собрала Вероника Жобер, воспоминания письма её бабушки. Вот тогда, прочитав, для меня это был шок, это был где-то 2005-2006 год, когда я впервые познакомилась с такой литературой, мемуарной, вплотную, именно связанной с нашим краем, и вот читая, у меня было такое ощущение, что я вот в этой семье я переживаю, и поэтому сейчас, читая Шапруна Дюляре, у меня было просто такое ощущение, что вот я из одного дома, Толстых Воейковых, вышла в двери другого дома, и я участвую в этих событиях. Вот сейчас у меня будет дальше, как он, в Сибири они уехали, пока ещё вот до всех переводов, вот они у меня сейчас лежат на столе и готовятся к работе. Расскажите о сложностях, о трудностях перевода. Переводчик, когда переводят, особенно, ведь перевод, как я уже сказала, технический, технический – это одно, кажется, очень трудно, на самом деле там шаблон, термин, это ты должен переводить. А всё, что касается литературной части, то вот здесь, вот именно, как переводчик передаст, как, вернее, сначала он воспримет, потому что нужно, чтобы любая художественная литература, которую ты переводишь, что тот, кто переводит, он должен ею заболеть в хорошем смысле, он должен, прочитав сам, заболеть, и чтобы у него появилось желание вот передать те же ощущения, которые он получил. И вот мемуарная литература, она разновидность, скажем, художественной литературы. Если в художественной полностью вымысел художественный образ, который создаёт писатель, то здесь он ведь пытается воссоздать именно документально, через литературную, вот скажем так, основу, но именно документы, показать, что было и как было. Но это своё видение он передаёт. И поэтому вот переводя что-то, где он пишет, что такой-то был, очень плохо себя вёл, необразованный, или он его считает таким-то, как я уже сказала, а кто-то посчитает, что нет, это было совершенно не так. Значит, либо переводчик что-то не так увидел, но в мемуарной литературе, так же, как в технической, нельзя очень сильно уходить для того, чтобы передать просто общее значение или содержание. Сегодня переводчик с французского языка Елена Миронова, победительница одной из номинаций регионального конкурса, Шапка Мономаха, гости нашего вечернего эфира. Вечером мы будем говорить по-французски и петь французские песни. Начало в 19.20. Не пропустите. И завершает нашу передачу Зинаида Коробцова, автор и бессменная ведущая любимой рубрики о целебных травах и растениях. Аленький цветочек Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о самом дорогом и самом ценном грибе кардицепсе. Это паразит. Живет на насекомых. В мире их существует более 400 видов, в том числе и ядовитых. Кардицепс растет в горных районах Китая, Индии, Тибета, Гималая и так далее. И у нас есть немного. Спора гриба впивается в тело гусениц, перезимовывает там. Весной появляется гриб. Есть грибы, которые размножаются при помощи муравьев. Гриб очень дорог, но применяется при многих болезнях. Их даже трудно перечислить. В том числе и раки. Особенно кардицепс растет на муравьях. Трудно сказать, почему спора, попавшая на муравья, зомбирует его, заставляет идти туда, куда выгодно. Это загадка природы, которую ученые еще не разгадали. Непонятно, как точно гриб выстреливает спорами в гусениц и муравьев, и зомбирует их. Но так или иначе, этот загадочный гриб лечит многие болезни человека, делает его сильным и даже омолаживает. Сейчас пытаются культивировать кардицепс и довольно успешно. Но по-прежнему он остается очень дорогим. Например, несколько лет назад один килограмм кардицепса стоил 25 тысяч евро. Но, думаю, в будущем ученым удастся разгадать его тайну, и человечество приобретет мощные средства для жизни. Будьте здоровы! Всего доброго! Вот и все на этот час. С вами была Наталья Козина. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok